На перекрестке науки, образования и промышленности, ВПК Евгений Николаевич Каблов Источник Для успешного решения этих задач президент потребовал объединить усилия проектных, творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую Академию Наук, крупные деловые объединения страны Создать консорциумы Для этого, на мой взгляд, целесообразно сформировать сквозные команды из представителей науки, образования и бизнеса вокруг крупных государственных проектов, ключевых для экономики, областях науки и техники Целью таких проектов должно быть достижение практических результатов и решений с учетом тех вызовов, с которыми Россия столкнется в ближайшие 10-15 лет Такое объединение может быть создано в виде консорциума, то есть иметь организационную форму временного объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их практической предпринимательской деятельности на базе научных и инженерных разработок Итогом формирования сквозной команды, консорциума, должно стать общее заявление о его участниках, что данный проект государственного значения научно обоснован и технологически реализуем Президиум РАН должен представить экспертные заключения по предложенным проектам государственного значения Для каждого из таких проектов необходимо определить лидера руководителя с предоставлением ему всех необходимых финансовых, организационных и других полномочий, предусмотрев высокий уровень персональной ответственности за реализацию этого проекта Надеюсь, что роль лидеров могут сыграть генеральные конструкторы Тем более, что на последнем заседании ВПК президент объявил, что он подписал указ, в котором утверждено новое положение о генеральных конструкторах по созданию вооружения, военной и специальной техники Всероссийский институт авиационных материалов, ВИАМ, имеет огромный опыт в создании научно-производственных комплексов Он исторически всегда консолидировал вокруг себя большое количество различных научных организаций Как финальный заказчик мы ставим задачи перед химическими и металлургическими институтами по разработке продуктов и компонентов, чтобы создать тот материал, который требуется конструктору А конструктор ставит задачи перед нами В частности, ВИАМ всегда имел тестные связи с Российской академией наук Многие наши разработки не могли бы состояться, если бы мы не знали о результатах фундаментальных исследований многих институтов РАН И если бы в наших совместных работах не принимали активное участие сотрудники РАН, исследовательских университетов, государственных научных центров, а также представители конструкторских бюро, крупных корпораций Проекты государственного значения, составляющие основу национальной технологической инициативы, должны формироваться на основе научно-технологического прогноза и стратегического планирования Таких проектов нужно немного, не более 5-6, но они должны носить базовый, межведомственный системообразующий характер для всей промышленности Их реализация обеспечит России переход на новый технологический уклад Такими проектами, по моему мнению, могли бы быть следующие Технологии организации и управления производствами нового технологического уклада Цифровые технологии для конструирования, моделирования и производства Робототехника, станкостроение Аддитивное производство замкнутого цикла Материалы нового поколения Глубокая переработка нефти и газа Доминантой национальной технологической инициативы могут быть аддитивные технологии Которые были подробно представлены в моем интервью на страницах журнала «Эксперт» СМ. Номер 49 за 2014 год Именно аддитивные технологии в определяющей степени создают условия перехода промышленности К производственным технологиям нового поколения Которые принципиально меняют весь технологический уклад И влекут за собой изменения всего производственного цикла Для организации системных работ по созданию инфраструктуры аддитивного производства В первую очередь необходимо сформировать систему национальных стандартов аддитивного производства Материалы, разрабатываемые в ВИАМе для двигателя ПД-14 Супержаропрочные монокристаллические никелевые сплавы для рабочих лопаток турбины Интерметалидные никелевые сплавы для соплавых лопаток турбины Интерметалидный титановый сплав для лопаток, дисков и корпусов компрессора высокого давления Жаропрочный деформируемый сплав для дисков компрессора высокого давления Жаропрочные титановые сплавы для деталей компрессора высокого давления Керамические композиционные материалы на основе Для жаровых труб и створок сопла Жаростройки подслой для теплозащитных покрытий лопаток и зрения рутениевых сплавов и многие другие Механизмом реализации национальной технологической инициативы могла бы стать Скоординированная программа научных исследований и разработок в интересах развития новых производственных технологий На перспективу 2016-2020 годов В реализации этой программы и крайне важно участие в форме внебюджетного финансирования Крупных частных и государственных корпораций, малого и среднего бизнеса Зона их ответственности должна стать программа развития производственной инфраструктуры Организовать рынок интеллектуальной собственности Интерес к поддержке инновационных разработок отечественных ученых все еще не стал внутренней потребностью бизнеса Одна из основных причин в том, что в стране не создана национальная инновационная система Не организован рынок интеллектуальной собственности А без рынка, который выработает понятные условия оборота интеллектуальной собственности Условия продвижения и передачи инновационных разработок от разработчика к потребителю Невозможно достичь высокого инновационного потенциала экономики Нужны соответствующие стимулы, которые будут подталкивать бизнес и крупные корпорации К более активному применению инновационных разработок Инновационные программы крупных корпораций сейчас предусматривают, что 2% от прибыли они должны использовать на проведение неокр Понятно, что такая чисто формальная постановка задачи столь же формально исполняется Крупные корпорации не ищут отечественные разработки, которые смогли бы обеспечить качественное инновационное наполнение продукции А вкладывают эти деньги в финансирование своих исследовательских центров О результативности которых научная общественность ничего не знает Так как рынок интеллектуальной собственности не функционирует Вроде бы по отчетности нужную сумму на НИР и ОКР отправили А будет ли результат, это вопрос другой Было бы правильно инновационную активность бизнеса Крупных корпораций оценивать интегральным показателем активности компаний на рынке интеллектуальной собственности Этот показатель указывал бы на количество приобретенных на рынке результатов интеллектуальной деятельности РИД, в форме лицензионных договоров о передаче исключительных прав на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, секреты производства, ноу-хау и т.д., а также на объем выпущенной и реализованной продукции по лицензионным договорам К большому сожалению, по общему количеству патентов и лицензионных договоров Российская Федерация сильно отстает от развитых государств при достаточно высоком объеме финансирования исследований и разработок В 2014 году объем бюджетных ассигнований составил примерно 800 миллиардов рублей По данным Международной организации экономического сотрудничества и развития АЭСР, общее количество выданных в 2013 году патентов составило в США 301 303, в КНР 1 313 000, а в РФ всего 33 950 При следующем количестве исследователей, в США 1 252 948 человек, в КНР 1 484 1039, в РФ 440 000, таким образом, для получения одного патента в год требуется труда, в КНР 1 исследователя, в США 4,2, а в РФ 13 Какова же востребованность полученных результатов бизнесом, корпорациями, ведомствами? При том, что российские заявители получили в России 23 065 патентов, а иностранные – 10 885, в этом же году было заключено всего 1789 лицензионных договоров по 3483 патентам на изобретение Представленные данные красноречиво свидетельствуют о результативности наших фундаментальных и прикладных исследований, о востребованности этих результатов бизнесом Поэтому, когда говорят об оценке результатов работы научных организаций и отдельных ученых, то, конечно, цитируемость, публикационная активность и индекс Хирша должны играть важную, но не определяющую роль При этом библиометрические показатели должны рассчитываться исключительно на основе отечественных реферативных баз данных Подмена национальной реферативной базы зарубежными системами цитирования ведет к ориентации российских ученых на научно-исследовательские работы, интересные в первую очередь зарубежному научному сообществу, что влечет за собой потерю суверенитета российской науки в части выбора направления исследований и отток перспективных молодых ученых зарубеж Кроме того, индексируемые в Web of Science и Scopus зарубежные журналы публикуют в основном результаты фундаментальных и поисковых работ в ущерб прикладным исследованиям Но в сегодняшней ситуации нам необходимы конкретные практические результаты Главным в оценке результативности работы должно быть то, что конкретно именно эта научная организация Этот ученый сделали для решения важных научно-инженерных задач и каким образом результаты их научной деятельности и приоритета России Организации ученого защищены охранноспособными документами, как покупаются права на РИД Важно понимать, какая техника экономическая эффективность достигнута от полученных результатов в процессе исследований и разработок Сколько выдано патентов Заключено лицензионных договоров с корпорациями, с предприятиями мелкого и среднего бизнеса При этом важно иметь достоверную информацию по объемам отгруженной продукции, оказанных услуг, с использованием разработанных научных и инженерных решений По доходам от заключенных лицензионных договоров на право использовать РИД Думаю, что позитивную роль в повышении результативности научных исследований сыграет решение, принятое в конце 2013 года президентом О закреплении исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности за разработчиком вне зависимости от источника финансирования Исключения составляют разработки в интересах оборонной безопасности и содержащие сведения, составляющие государственную тайну Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности ВИАМа в 2014 году Число сотрудников — 1930, средний возраст — 1943 года Выручка от реализации — 5,206 миллиарда рублей Чистая прибыль — 350 миллионов рублей Налоговые платежи и отчисления в социальные фонды — 1,07 миллиарда Многолетний опыт работы ВИАМа показывает, что лучше самого разработчика мало кто сможет коммерциализовать свой патент в сжатые сроки с требуемым технико-экономическим эффектом Как показывает анализ данных Роспатента именно Барнауки РФ, в России очень мало организаций, которые, как ВИАМ, имели бы на балансе свыше 900 патентов на изобретение, более 1300 секретов производства, ноу-хау При этом ВИАМ заключил свыше 800 лицензионных договоров более чем со 130 предприятиями Ростиха, Росатома, ОАК, АТК и других Это неплохой источник доходов для института, который мы используем для своего развития Например, за последние 4 года, 2011-2014 год ГГ, объем средств, полученных ВИАМом от продажи лицензий, составил более 400 миллионов рублей В то же время мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, сегодня далеко не все предприятия имеют необходимую инфраструктуру для освоения и применения наших материалов нового поколения и производственных технологий Потому что ее создание – достаточно затратный процесс, но без этого промышленность не обретет потенциала для инновационного развития экономики Понимая это, мы создали у себя необходимую инфраструктуру, организовали в Институте 21 современное малотоннажное производство и выпускаем 210 наименований наукоемкой продукции, материалы, полуфабрикаты, оборудование и т.д. Свыше 170 ноу-хау реализуются на базе этих производств Это наш вклад в создание инновационной среды В этом наше понимание того, как консолидировать научные организации, РАН, ГНЦ, исследовательские университеты Основой для консолидации должны стать совместная работа и достижение общей цели в виде конкретного результата в реализации крупного научного проекта при участии индустриального партнера, корпорации, представителя бизнеса Неразрывная цепочка, надо не просто заниматься исследованиями, не просто писать отчеты, а выдавать научный продукт, готовый к применению в реальном секторе экономики Проще объяснять на примере ВИАМА Когда мы заканчиваем научно-исследовательскую работу, мы предоставляем заказчику не просто отчет с полученными результатами, но весь комплект нормативной документации, который характеризует максимальный уровень готовности к освоению разработки в производстве как у себя в институте, так и на любом другом предприятии при наличии соответствующей инфраструктуры Это достигается за счет того, что разработка осуществляется в неразрывной единой цепочке, материал, технология, конструкция